Мы приветствуем всех из Вашингтона, где несколько минут назад завершился третий матч финальной серии между Вашингтоном и Вегасом. Капиталс победили 3-1 и повели в серии 2-1. Надо сказать, что мы, конечно, увидели потрясающую атмосферу сначала в Лас-Вегасе, но, пожалуй, сегодня Вашингтонская даже переплюнула то, что мы видели в Неваде, поскольку для них это был первый домашний финальный матч за 20 лет, соответственно, первая домашняя победа в финале вообще когда-либо в истории. Все это началось с того, что зрителям всем раздали такие красивые красные лампочки, и перед матчем это, конечно, выглядело очень впечатляюще, когда все это одновременно зажглось и замигало, и все они закричали, и, в общем, об этом много кто говорил. Но главными героями сегодня стали два россиянина. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили первые две шайбы, причем Кузнецов вернулся неожиданно после травмы, которую получил в матче номер 2. Сергей, какие у тебя впечатления от его игры сегодня? Кузнецов доказал, что он является лидером команды, и было много вопросов относительно того, примет он участие или нет, но скорее это была такая игра Вашингтона и игра самого Кузнецова, потому что после игры он признался, что он был готов играть уже после утренней раскатки, которая сегодня прошла в Арлингтоне. И он доказал, что он является лидером, мозгом этой команды. Он сделал отличный гол, он сделал классную передачу, мог забивать еще один гол, когда он не реализовал выход один на один. Ну и все его партнеры сегодня говорили о том, какой вклад он внес в эту победу, и благодаря ему в том числе Вашингтон впервые в своей истории ведет в финальной серии Кубка Стэнли. Да, в свою очередь последнее, что скажу про Вегас. Мне показалось, что они еще ни разу в этой серии не сыграли в тот хоккей, который они умеют играть, и который их, собственно, вывел в финал. Но в первую очередь потому, что Вашингтон им не дает. Не дают ни продохнуть, ни развернуться с шайбой, ни толком принять ее, ни как-то завершить, раскрутить атаку до какого-то логического момента. И им действительно нужно сейчас тренерскому штабу в первую очередь что-то делать и что-то решать, потому что так они просто проиграют четыре матча подряд. При этом одно из главных оружий Вегаса, вот эта скоростная игра, переход из обороны в атаку и обратно, он не работает. И даже несмотря на то, что во втором матче подряд у Вашингтона не работает большинство, сегодня, например, не было реализовано ни одного из четырех шансов, Кэпиталс выигрывают игру 5 на 5, выглядят быстрее, умнее, не теряют шайбы, здорово контролируют среднюю зону, здорово контролируют входы в зону. Ну, пока вообще все говорит за них, пока не видно, за счет чего Вегас сможет вытащить эту серию. Ну и Марк Андре Флери пока не феерит, как он феерил в предыдущих сериях. Четвертый матч этой серии в понедельник здесь же вечером. Сергей Демидов, Павел Стрижевский были с вами из Кэпиталу Анарены. Пока.